Хотела выложить сейчас видео, вчерашнее, которое я сняла, это был ответ Павлу Иванову, но оно такое доброе, лояльное к этому подписчику или там к зрителю, в общем-то было, а сейчас посмотрела комментарии, но мужчина очередной не справился с моими защитницами, с подписчицами, с девушками и начал грубить, это плохо. В общем, мужчины какие-то у меня на канале слабенькие, ну вот не могут они так вежливо, с достоинством как-то, в общем-то, ну не могут, не знаю почему, мало у меня таких мужчин, которые поддерживают сельское хозяйство, которые адекватные мнения высказывают, мало мужчин на канале, очень жалко. В общем, он уже начал грубить и, в общем-то, ну я переделывать видео не буду, пусть оно такое останется, но вы имейте в виду, мне очень жаль, что Павел Иванов сдулся и не смог ответить вежливо и корректно моим девушкам. А вам спасибо большое за вашу поддержку, я это очень ценю и благодарна вам за это. Ну все, приятного просмотра! Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас Гоша понюхает, связь с космосом установил, поймет, что она не в охоте и отвяжется от нее, да? Смотри, все, смотри, да? Определил, что коза не в охоте и отвязался, все нормально. Смотри, как успокоился, правда, даже вообще удивительно. Ну вот так вот, он же не дурачок какой-нибудь. Все понюхал, понял, что ловить нечего, надо ехать домой. Да, Гоша? Ну красавчик, ну такой рок вообще! Смотри, высох стал такой, покрасивший даже. Это я с Вадимом разговариваю. Он отдыхает, он сидит. С Маргушей гулял. Ну все, наверное, последний раз показываем. Сейчас созвонимся. И повезем. Может не сегодня, может завтра. Все, я думаю, драться больше не будут, они успокоились. Все, гуляйте. Например, третий час ночи, а у нас тут КАМАЗы позастревали. Вот они нам тут шумят, гудят, ездят по нашему огороду, ну если, который за оградой. И каждый год одно и то же. У нас там есть наверху один участок, и его хозяин хочет все время, в какое-то время неподходящее завести себе стройматериалы по дороге. То кирпичи вывалит, то блоки какие-то бетонные. Сейчас он эти бревна вез, не довез и застрял. И вот уже сколько, Вадим, с девяти, да? С восьми? С восьми часов они тут. Представляете? Не могут вылезти. Здравствуйте, меня зовут Эра Ливанчук, и я живу в деревне. Сегодня у нас... Вадим, скажи, какое число? Десятое ноября. Такая погода. Сколько там? Наверное, около полдвенадцатого дня уже. И до сих пор еще не вытащили одну машину. Это КамАЗ, да, Вадим? Не вытащили один КамАЗ. Вот за березками стоит экскаватор или бульдозер, кто-то его вытаскивал. Там вот они высыпали все. В общем, они всю ночь, они бедные без сна, всю ночь это все делали, ничего сделать не смогли. Их было, правда, два. Один вот заехал к нам. Видите, там брус. Они его опять, как попало, выкинули, выбросили на дороге. Вот там вот, сейчас где-то найду, покажу. Вот если видите, между КамАЗом и трактором, это тоже брус. Но там еще есть горы всякие этих цементных, этих, как называются они, бетонных блоков, кирпича. В общем, получается так, что этот вот, вот, сейчас покажу вам усадьбу. Вот усадьба соседа нашего. Ну, сосед-то парень неплохой. Заряжает к нам, телефон все время ходит и воду набирает, потому что у него там воды нет. Вот. Ну, вот он все время, как везет что-нибудь туда, все время застревает и вываливает за нашим леском вот этим. Как-то вот не продумано все, я не знаю. А сейчас, представляете, слякоть началась. Как они его вытаскивать будут? Ну, как-нибудь вытащат, наверное, все равно. Вот смотрите, что расскажу. Вот второй КАМАЗ, который заехал вот к нам сюда, заехал, здесь стоял. Потом поехал выручать, он груженый был вот этим лесом, вот этими бревнами. И он поехал выручать того. И застрял тоже. И они его вытаскивали тоже очень долго. Вот это вот мужчины, вот которые я вот таких не понимаю. Потому что я помню, что много раз у меня был вопрос, ехать или не ехать, застряну или не застряну. И я выбирала в пользу не ехать. Видите, что тут нам наездили, по огороду нам поездили. Что тут натворили? Боже мой, так красиво было. Ну что такое за мужики такие, ах. О-о-о-о. Эх, 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 эх. Эх, болото намесили. Эх. Пока стою, начну разговор. Хочу сегодня прояснить немножечко ситуацию. Ну, во-первых, к Паше Иванову обращаюсь. И хочу сказать, что я все равно все-таки благодарна этому подписчику. Или он, может быть, не подписчик, просто смотрит, это уже не важно. За то, что он так долго меня смотрит и внимательно. Еще все другие говорят, внимательно, смотрите, вы смотрите внимательно. Она его хаяла два года, а теперь, значит, он хороший. Ну, во-первых, Гошу я увидела первый раз в жизни не два года, а ровно год назад. Поэтому я не могла его хаять. Естественно, он был с поносом, маленький, вообще никакой всякой разной. Естественно, я описала то, что было. После того, как он подкрыл мою мася, я ни разу в жизни в адрес Гоши ничего плохого не сказала. Ни одного слова. Гошу мы полюбили. И я, и Вадим, и Мася. И всей семьей. Поэтому, ну, такого не может быть, что я про Гошу что-нибудь плохое сказала. Больше после того, как он первый раз, вот первое впечатление. Что такое тут? Так, ну, получается, конечно, что мы поехали, включим дворники, немножечко они будут скрипеть. Вот. Поехали мы Гошу отвозить. Подождите. Ну вот. Что же касается соседей, давайте, проясним этот вопрос. Я не думаю, что Паша, он не сосед, не друг соседа. Мне почему-то кажется, что он к этому отношения не имеет. Но все равно проясню. Мне очень понравилось, что Вера там за меня заступилась, что действительно, раньше деревня была для людей, которые хотят заниматься сельским хозяйством, огородничеством, а теперь деревня превратилась в место, куда приезжают отдыхать городские и заниматься какими-то делами. Например, СТО какое-то организовать. Например, сосед ремонтирует машины, у него там все что-то свистит, гудит без конца. Но я же, конечно, претензий не предъявляю, потому что это он делает днем, он имеет право это делать. Как и куры, индюки имеют право кричать днем, а не ночью. Вот. Ну, то, что касается, что мы посрались с соседом. Рассказываю. Мы посрались не только за хозяйство. Дело в том, что вот 4 года я все время обращалась к соседу, когда у них претензии были разные. Я сейчас попозже расскажу. И я всегда говорила, давайте жить дружно, давайте все решать мирно. 4 года. Потом мне все надоело, я их послала на 3 веселых губы. Вот так. А претензии были всякие разные. Вот перед гаражем лужа, это мы виноваты, с нашего гаража течет. Понимаете, вот с нашего гаража течет вода, а с их гаража не течет вода. Она куда-то вверх поднимается, в горку. Понимаете? И потом у них между домом и гаражом вот прям вот реальная река, образовалась река, размыла отсев, и вот в это место, в эту лужу. Но это мы виноваты в этой луже. Мы виноваты, понимаете? У них крыса на участке, это мы виноваты, потому что у нас, вы же разводите курей, поэтому у нас крыса. Вот как. Ну и так далее, тому подобное, понимаете? Поэтому, что тут говорить? то, что вот их собака наших индюков поела, это ничего, и там рыло у нас там, а то, что наша собака, когда мы купили три месяца, было у нашей моргошки, она, к ним приехали родители, и она побежала там, хвостиком поперяла, к ним подбежала, там такое я услышала, до сих пор помню, вот это вот, неприятно. Ну и так далее, и тому подобное, понимаете? Поэтому, я же не все не буду говорить, сами понимаете, у меня канал позитивный, поэтому, ну вот, вот поэтому и так. И Паша Иванов правильно сказал, или кто-то там сказал, что некоторые люди, вот приехали в деревню, и считают, что все должны так, вот как они считают нужным, вот как они считают, так и все должны жить. Вот, это вот как раз относится к нашим соседям. Вот у них есть, например, вот свое мнение по поводу жизни в деревне, и вот так должны, вот это правильно, а вот все остальные, кто не так, тот неправильно же. Ну вот именно, а я считаю, что ну вот, хозяйством занимаются, люди занимаются, я только приветствую это. Я даже, кстати говоря, вот парень один хочет купить участок с Зинаидой, и я с ним разговаривала, я говорю, я так осторожна, все говорю, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к сельским животным? Он говорит, я говорю, вы будете заводить? Он говорит, нет, я заводить не буду. А как вы? А, он говорит, ну может быть только кур, я говорю, ну слава богу, если уже вот кур человек хочет заводить, значит уже какое-то у него, ну есть какой-то вот посыл, какой-то такой к сельскому хозяйству, понимаете? он сказал, нет, нет, я вот, я вообще за, я считаю, что человек приехал в деревню жить на землю, и он, конечно, а как же без хозяйства, как же без своего мяса, а где тогда? Вот скажите, а где тогда заниматься сельским хозяйством? Вот где тогда? Ехать в лес? Посреди леса жить, что ли? Я что-то не понимаю. Я же не купила участок, мы не купили участок в городе, или в СНТ, мы купили участок в деревне, где написано черным по белому в документах на землю, написана вот эта строчка, земля в категории с разрешенным ВПХ, личным пособным хозяйством, мы именно такую категорию искали, но я уже про это говорила, Паша, ну как бы тебе еще объяснить-то, во-первых, и еще во-вторых, у нас не 6 соток, а 11, естественно, на 6 сотках очень тяжело задержать животных, ну и вот и так далее, все, про это хотела сказать, что же еще там такое было? Так, еще вспомнила, я просто вспоминаю, там почитала переписку, буквально перед тем, как что-то, ну ты знаешь, что говорим, что-то надо, мы же поехали, что сидеть просто так. Вот смотрите, вот он говорит, что я потом разведу, потом не знаю, куда девать. Ну, во-первых, это продажа, продажа, я не знаю у кого как, но может быть, если бы я индюков продавала по 2 тысячи рублей, может быть, была бы очередь, но у меня их всего два, и у меня очень хорошие индюки, поэтому, конечно, я их выставила по 3,5 тысячи, и естественно, ну сколько там провисели они у меня, они у меня провисели дня два, и вот дозвонила вот эта вот Альбина, девушка, которая будет у меня. сегодня, кстати, опять звонили, я сказала, что я жду завтрашнего дня, завтра следа, и должны забрать. Мне попросили, что если их не заберут, потому что объявление не стал выбирать, на всякий случай, сказали, что если не заберут индюков, то перезвоните, так что у меня есть еще и второй покупатель, на всякий случай. Ну это неправда, не знаю, куда девать. Петухов я, петухов вообще сложно продать в этот сезон, осень, очень сложно. По 500 рублей петухов продала всех, было много там. Один из петухов было, и два петуха мы не стали уже там ждать их, потому что, ну, едят, место занимают. Мы их убрали, и сделали из одного лагман. Прекрасно сейчас, кстати говоря, едем в Жеребцово, там в магазинчике я купила такую плоскую лапшу, очень хорошая, вкусная лапша, сейчас Вадим, мы напомним, мне, пожалуйста, зайти в магазин и купить еще вот эти лапши, нам очень понравилось, очень вкусный петушок, он долго так томился у нас, потом мы там всякие овощи и лапшу. И вот такой сделали лагман. Очень вкусный. Ели два гоня. Опа. Вот, ну что еще сказать? Так, еще вспомнила, что он сказал, ИП оформляют, налоги платят, вот это. Но это тоже уже заезженная тема, и по-моему, все, кто живет на земле, они все знают, что излишки ЛПХ продаются свободно, без всяких налогов. В общем-то, представьте, если я вывела себе цыплят, ну, для того, чтобы курочек, ну, поменять курочек, молодых, и там вывелось половина петухов. Это у нас для бизнеса или это излишки? Естественно, если бы вывелось, например, 20 курочек, я бы оставила 20 курочек. Но если вывелось половину петухов, половину курочек, естественно, курочек я оставляю, 20 петухов незачем кормить. Это уже излишки. Естественно, я их продала без всякого там ИП и налогов, и все. Вот эта вот замусоленная тема, и мне кажется, каждый человек уже грамотный более-менее знает, что излишки ИПХ продаются без всяких налогов, свободно. Ну, про то, что Вадим хозяин ничего не решает. Это неправда. Может быть, это выглядит так с экрана? Естественно, мы советуемся, потому что все равно же доля, все равно, вот даже когда он дома, он очень много, вы видите, он очень много делает. Естественно, это ложится на его плечи, очень много всякого, всякой работы, хозяйства, ухода. Например, кур, я, вот когда он приезжает, я занимаюсь только массой, кур, кормит, поет, все это он делает. Естественно, такие всякие забои, все это, ну, там много работы на его плечи, поэтому, естественно, как-то его не спрашивать. То, что касается, что он все время в отъезде на заработках, вот смотрите, в последний раз, конечно, он очень надолго уехал. Именно поэтому, не знаю, расскажу, как Вадим на это посмотрит, где мы приняли решение, или не надо это говорить, пока? Почему мы строились там? Ну, в общем, мы приняли решение, чтобы он будет искать новую работу, чтобы было без командировок. Не знаю, вот теперь посмотрят в свой старый работе. Да, вряд ли, наверное, да? Не посмотрят в срок? Не смотрят, ну, ладно. потому что, как бы, это, конечно, еще на работе вы не знаете, что он, но если не получится найти работу здесь, в Новосибирске, тогда он будет работать, а если найдет, то уволится, потому что это сложно. Уже сейчас, и раньше это было как-то, знаете, весело, а теперь уже не весело, уже намного сложнее, поэтому Вадим ищет работу, и посмотрим, как дальше. Больше вам скажу, вот то, что касается вот заработков, повторяла, вам говорила много раз, это не вахта, это просто обычная командировка, это та зарплата, которую платят ему, вот именно на этой работе. Ему платят, хоть он здесь, в Новосибирске, хоть он уезжает в командировку, разницы никакой нет. Понимаете, вот говорила я, на заработках, ну какая разница, зачем тогда ездить, это огромный минус, когда он уезжает, мне помощи никакой нет, зарплата точно та же самая, и в общем-то смысла, я вообще не вижу, мне жить без мужа, когда не понимаю ничего, поэтому, ну вот, поэтому такая вот история. Так, еще хотела я сказать про, сейчас подождите секундочку, то, что касается, ага, нажми пока, пожалуйста. Так, ну, то, что еще касается кредитов, кредитов, ну, естественно, знаете, да, что у Вадима дети, там еще и помогают детям, вот это зарплаты, кредиты, и в общем-то там, вот, то, что он уезжает в командировку, это большой минус, так что лучше будет работать здесь, и помогать, и все будет хорошо. то, что касается, помогите там, кто-то кому-то, помогите, а, Вадим, это не проехали? А, дальше. Правильно. Ничего нам помогать не надо, вот нам будет лет по 80, тогда будем просить, а сейчас пока зарабатываем сами, строимся потихонечку, все хорошо, ну, и все равно, в любом случае, знаете, вы меня, может быть, поймете, может быть, не поймете, не знаю, то, что касается, вот, по шивану, я, честно говоря, так вот обращаюсь к нему, и не знаю, сколько ему лет, может, ему 70 лет, а я вот, надо на вынужден, наверное, Павел Иванов, но не важно, мне кажется, что ему немного лет, ничего страшного, потому что мне уже почти 60, ему, если даже 70, ну, ничего страшного, что я владу, вот. Все равно, я ему благодарна за контент, что он пишет, что он создает мнение свое, что подписчики с ним перейти, это очень хорошо, это, ну, для блогера, это очень хорошо, когда вот есть такой человек, который не согласен с чем-то, который высказывает свое мнение, и люди переписываются, видите, вот я ролик милла, ответы Паши на вопросы, на его ретензии, люди переписываются, интересно все, так что, вот за это, Паша, тебе спасибо большое, жду твоих новых мнений, пусть они будут, пусть мнения твои будут со мной не совпадать, но это даже очень хорошо, и, конечно, намного приятнее читать комментарии, которые, хорошие, добрые комментарии, намного приятнее читать, но такие комментарии тоже очень полезные. Ну и что, Гося, вот он какой, вот он. Здрасте. Ой, мы вам так благодарны, слушайте, у них такая любовь, я вам потом ссылку сброшу на канал, посмотрите там, все как бы под музыку, они все, знаете что, в общем, мы проехали мимо, проскочили мимо этого комбикорма, подержи на мешочек вам. Конечно, конечно, да. Спасибо вам большое. Ну все, Гоша, давай-ка я с тобой попрощаюсь. Ой, 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 он знаете как, он там капусту отбирал, ее поддевал, молодец, хороший год. Гоша, будет на следующий год у нас? Не знаем еще, но там у нас другое поколение. А, ну его, вот это, который выходил его, да? Козлик, нет? Это котель, ну тоже чистый. Ну вот, в общем, будем вас знать, спасибо вам большое. Мы ничего не знаем, но вот Дэн точно, по которому выходил с вами. Ага, ну ладно, мы прямо вот чехов любим, вот прямо вот любим. Ну все, Гоша, давай, счастливой тебе жизни. Давай все, до свидания вам большое. Спасибо. Сейчас я вам покажу очень красивую собаку. Вот она. Смотри, какая. Это кто, Вадим? Долматинец. Долматинец? Не знаю. Нет. Нет. У него какие-то не такие пятна. Может и Долматинец, не знаю. Ой, какая красивая. Ногу свиную ест, да? Угу. Привет. Привет, собака. Красавица. Ой, какая красивая. Так он у тебя? Вон, какая красивая. И дождь ей нипочем. Так увлечена. Ой, ты моя. Ой, красивая. Ой, вы какая мокрая. Ну все, мы поехали. Ладно, ладно. Не будем тебя смущать. Не будем. Ну все. Мы отвезли Гошу. Заехали домой. Потому что по дороге нам позвонили. Попросили кур. Я все объяснила, что молодок я не продаю. У меня есть четыре курицы, которые кученки и помеси кученские. Которым полтора года. Я могу их продать. Ну вот, меня женщина спросила, сколько они будут стоить. Потому что молодок у нас продает. Ох, какой мучится. Молодок у нас продается по 500 рублей. Даже которые еще не несутся. Вот эти четырехмесячные, они по 500 рублей бы были у меня сейчас. Так, а вот эти четыре курицы, мы их хотели убирать, вы сами знаете, да? Вот, ходили на тушенку. Ну вот она, женщина говорит, я говорю, ну вот такие вот куры. Они сейчас начали нестись, потому что я их занесла с теплицы в сарай. Смотрите, сами будете брать, будете, не будете, не будете. Она спросила, почем? Я говорю, ну давайте по 400 рублей. Потому что и мясом там они, знаете, какие тяжеленькие. Вот, по 400 рублей. Ну говорю, давайте всех заберете, я вам их продам за полторы тысячи всех. И она такая хитрая женщина, говорит, ну может вы их привезете тогда. Ну и мы добрые, сказали, ну привезем тогда. Потому что тут рядышком. В принципе, мы заехали домой, погрузили наших кученок и поехали. Сейчас приеду и, наверное, покажу вам. Ну тяжеленькие. Сейчас мы их положили в коробке. В одну коробку вошло всего две курицы. Они такие большие, хорошие. У нее крупные яйца, они несут очень крупные. Ну я объяснила, что они не молодкие. Она сама, наверное, увидит сейчас, посмотрит. Не снялая, как мы продали быстро курд, моментально приехали, отдали. Ну, конечно, людям удобно, чтобы привезли им домой. Обычно мы так не делаем. Но раз недалеко, и мы все равно собирались в тысячу мелочей. У нас магазинчик есть. И прямо как раз на каменку по дороге. Это так, что нормально все. Вот, ну и договорили женщины, что она у нас весной купит индюшак уже. Потом она что сказала? Она сказала, что ей нравятся очень бегунки. Я сказала, мне не нравится. В общем, маленько так поговорили. Вот так. Так, а вы говорите, что я не знаю, куда приткнуть. Хотела даже их на тушенку. Хотя нам это все уже будет. Мясо это, не знаю, не надо. В общем, столько мне. Нам заниматься вот это все. Я не знаю, как это вот начинают потрошить. Как воняет это все. Не хочу. Вот так. Вот приехали мы. Такой магазин у нас есть. Тысяча мелочей. Чего тут только нет. С этой стороны помаленько вам покажу. Видите, тут на улице сколько всего стоит. И внутри, и ряды, и в общем там все, что только ведра, железо, стройматериалы бытовые. Там, в общем, все такое китайское, недорогое и много всего. Ну вот, нагулялись мы, находились. Ходили в масочках. Вот вторая масочка. Вадимовская и моя. Вот у нас здесь вообще упаковка лежит в машине новых масок. Поэтому у нас тут все в порядке. И сразу вот к этой теме перейду, что мне некоторые подписчики упрекают в том, что я переобуваюсь. Сначала говорю такое мнение, потом другое мнение. Ну вот насчет ковида, например, что я сначала его отрицала, а сейчас говорю, там, запасайтесь лекарствами. Или еще насчет Гоши, что я сначала его хайла, а потом это. Ну я, во-первых, не хайла, я его просто описала внешний вид. Как и как было. И все. Ну, вообще просто скажу, что, наверное, так у всех людей. Мнение этого человека меняется, потому что, ну, какой-то опыт другой приходит. Наверное, так. Ну, с ковидом так. Пока петуху не клюнул. Наверное, я не признавала. А потом признаю. Хотя не факт, что я болела ковидом. Это не факт, потому что я не проверялась. Вот. Ну, вообще сейчас говорят, Байден же выиграл выборы. Поэтому говорят, что... Вот когда, ты говоришь, Вадим, будет? 20-го. 20-го, января. Когда у нас. Инагурация будет? Да, у нас сегодня. А вот после инаугурации ковида не будет. Во всем мире. Закончится. На Земле. Не будет. Он закончится просто. Его не будет. Будет все как раньше. Будут, например, грипп будет, там, простуда будет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поэтому все будет хорошо. Спасибо, Байден. Байден нам поможет. Да, конечно. А вам, кому понравилось на сегодняшнее видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями. Пишите добрые комментарии. И заходите почаще в гости. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.